Здравствуйте, мои дорогие подписчики, мои зрители, которые случайно заглянули ко мне на канал. Сегодня я хочу снять видео о своих сумках. Девочки, меня попросила моя подписчица это сделать. Я вот всё обещала и как-то никак не могла собраться. Во-первых, неделя была у меня какая-то сумасшедшая, что я каждый день куда-то с утра вставала, делала макияж и куда-то отправлялась. В походы в какие-то, то по магазинам, то по каким-то делам. И уже когда я приходила, мне просто не было сил. У меня хватало сил только выпить кофе, показать вам, что я там приобрела, и отдыхать. Отдыхать у телевизора или у компьютера. Не до съёмок было. И вот сегодня, так как у меня нету никакого видео, чтобы открыть его, думаю, ну, наверное, надо уже выполнить эту вот эту вот просьбу. В общем-то, девочки, нечего особенно мне показывать. Я не фанат сумок. Они у меня все однотипные, такие, как я люблю, такие, как мне удобно. Вот. И часто я их не покупаю. И в основном все мои сумки, они куплены на Алиэкспресс. Прийти в магазин, купить какую-то фирменную за сумасшедшие деньги, это не моё. Там вот они стоят, вы знаете, я не люблю твёрдые сумки. Я не люблю вот эти вот, которые имеют форму такую вот жёсткую. Я люблю мягкие сумки. Я люблю сумки, чтобы в ней было много карманов, чтобы мне было удобно. Сюда я положила проездной, сюда положила паспорт, сюда положила кошелёк, сюда положила я телефоны, в другое там положила очки, чтобы когда, если мне надо, допустим, я иду по улице, и мне надо что-то достать, я знала, где у меня это лежит. Не надо было в одном отделении там пороться, выискивать, где же у меня там очки или ещё что-то. Знаете, как это был какой-то монолог, не помню, кто его читал, что бабушка взяла сумочку, из сумочки достала ещё сумочку, достала кошелёчек, достала то, другое. Вот, я всегда вот так вот, всегда почему-то вспоминаю этот монолог. Вот, ну а у меня всё, всё по полочкам разложено. Ну, сколько можно говорить, давайте будем смотреть. Посмотрим быстренько, ну и дело с концом. Так, с чего мы тут начнём? Со старейшей, наверное, самой старейшей сумки, которую я уже этим летом даже и не носила. Как я говорю, люблю сумки с карманами. Сумка из вареной кожи. Когда я её увидела у человека, всё, я так загорелась, я хочу эту сумку. Хочу, умираю как хочу. Пошла на рынок, там знакомая девочка сумками торговала, и она мне её привезла. Карманов моря. По бокам кармашки на замочках. Карман сзади. Здесь отщёлкивается. И здесь тоже маленький карманчик. Посредине карман и по бокам карманы. И ещё вот такой вот кармашек здесь вот сбоку. Но хотеть я её очень хотела, но носила я её очень мало, потому что она тяжёлая. Это вареная кожа, и она сама по себе тяжёлая. А так как я люблю с собой документы носить, и кошелёк в кошельке мелочи, люблю, чтобы у меня её было много, что если просят, дайте мне копеечку, и тебя не посылали эти деньги менять. Я люблю, чтобы мелочи было много, поэтому кошелёк у меня тоже тяжёлый. И я её как-то поносила, да ещё там работала в то время. Ну, ещё хочется что-то с собой перекусить, взять. Короче, сюда практически не помещалось. Я поносила её чуть-чуть, и так она у меня практически новая сумка эта лежит. Хотела, предлагала Арише, предлагала Лене. Нет, Лена любит, чтобы они были, форму имели сумки, чтобы она у неё такая была плотненькая, твёрденькая. Ну, вот у каждого свои запросы. Лены тоже не захотелось. Ну, нет, нет так и нет. И она лежит у меня. Следующая сумка. Это тоже очень старенькая сумка. Эта сумка куплена на Алиэкспресс. Моя любимая сумка, моя дорожная сумка. Ну, они все, конечно, помятые, потому что они просто лежат у меня в шкафу, так вот на вот этой верхней полочке, там где лежат шляпы, там и лежат сумки эти. Вот. С этой сумкой я всегда езжу, ну, куда ездила отдыхать, потому что мне удобно. Здесь тоже, девочки. Она лёгенькая, как пушиночка. Замок. Сюда обязательно вот удобно положить паспорт, потому что он ко мне. Вот. Сверху. Здесь, правда, одно отделение только. Здесь одно отделение. Но зато здесь есть вот рядышком. Рядышком отделение. Вот тоже такое большое. Ну, вот просто два замка так вот интересно сделано. Так, не рвись, пожалуйста, не рвись, не портись замок. Потому что у меня... Так. И потом вот очень хорошее отделение вот под карманом. Чудесно. Сюда можно положить денюжки, которые так надо быстренько там достать. Не то, что там рассчитываться, а просто вот там едешь на такси, рубчик достать, вернее, доллар. Раз я езжу. И ещё вот здесь вот снизу вот это вот тоже отделение. Оно не видно совершенно, что оно здесь есть, но оно здесь есть. Вот. Видите, вот здесь вот открывается. И здесь тоже можно что-то такое положить. Очень люблю эту сумку. У меня такая была сумка. Я начинала с того, что я купила себе такую сумку рыжую. И она была совершенно недорогая. Я купила рыжую, потом решила, что мне надо белую, потом мне надо было чёрную. А их было три цвета на Алиэкспресс. Потом рассказала многим девочкам. Олесе, подписчице моей, она тоже себе приобрела. Тоже была очень довольна этой сумкой. Чёрную отдала Арише. Что-то я не очень люблю чёрные сумки. Ну вот, что-то они у меня не ложатся на душу или на душу. Вот. И, в общем, в последнее время я стала её беречь. Я перестала её носить дома летом. Я стала её только... Вот она у меня такая вот дорожная. Потому что она небольшая, лёгкая и удобная. Чёрную отдала, а рыжая... Испортился замок. И ручка почему-то там стала ручка облезать. Вот эта вот внутренняя часть, она вся у меня облезла. Естественно, с такой сумкой уже стыдно ходить. Так, поехали дальше. После того, как я уже что-то на зиму, мне вдруг, я говорю, не люблю чёрное, но вдруг мне захотелось чёрную сумку. И я увидела вот такую вот. Тоже на Алиэкспресс. Сумка тоже как пушиночка. Мягкая, лёгкая. Сзади один карман. Впереди, спереди никаких нету. Внутри она тоже... Есть кармашки, есть отделение такое тоже под замком. И два отделения. Я её как-то поносила какое-то время. И... Ну что, чёрная есть чёрная. Немножко поносила и... И отложила. Так что сумка почти что новая. Вот так вот. И на следующий раз, когда я заглянула на Алиэкспресс, я увидела вот такую вот сумку. Вот такую вот, девочки. Там они были чёрные, красные и рыжие. Ну, естественно, чёрная мне не надо. Мне надо рыжая и красная. Я заказываю красную. Сумка лёгкая. Не знаю, чем они отличаются. На рынке тоже девочка привезла похожие сумки с Москвы. Но они вот отличаются. Я посмотрела, они какие-то... Качество нехорошее. Ну, нехорошее качество. У этих сумок очень хорошее качество. Сносу ей нету. Так, сзади карман. Здесь один карман. Второй карман. Третий. Это уже отделение. И ещё одно отделение. Внутри, конечно, есть там два маленьких. И карман на замочке. Это то, что я люблю. Ручка длинная. Хочешь через плечо её одень, хочешь как хочешь. Вот эту сумку, это вот теперешнее время. Вот начались холода, я её носила. И похожую я заказала рыжую потом. Вот сейчас я с ней хожу. Вот. Черноты не хочется. Почему-то вот, ну, не знаю, вроде надо было бы уже чёрную взять. Потому что осень такая глубокая. Но что-то в душах просит праздника. Просит яркости. Здесь точно такое же расположение. Сзади карман. Здесь один-два. Одно отделение, второе отделение. И там кармашки. Эта сумка у меня наполнена. Поэтому немножко она потяжелее. Ну, вообще, на самом деле, сумки хорошего качества. Они не облазят. Носится очень долго. И им порядочно уже времени этим сумкам. Так, что это я ещё хотела добавить? Сейчас я опять заглядывала на Алиэкспресс. Думала, вот чего-то мне хочется. Вот хочется мне какую-то новую сумочку. Но там они есть. Такие же похожие. Только похожие как-то. И даже есть уже у одного продавца. Они есть разных оттенков. Есть серебристые. Есть сиреневые. Есть золотистые. И по-разному вот здесь вот отделки такие. То там клёпочки, то ещё что-нибудь. В общем, выбор есть. Но пока у меня две этих прекрасные сумки. Зачем мне надо ещё что-то? Я была сначала... Перед летом настроилась, что я вот, наверное, хочу золотистую. Потом я стала думать, может, я хочу серебристую. В итоге я никакую не заказала. Потому что... Потому что... Потому моя подписчица Олеся решила мне подарить сумку. Я ей говорила, Олеся, сумка очень дорогая. На наши деньги она 50 рублей. Я считаю, что это очень дорого. Очень дорого. А как доллар стал расти, то это вообще. Вот. Но она говорит, ну вот я хочу. Вот я хочу вам подарить. Я маме купила такую, себе купила. И хочу подарить вам. Вот так вот ко мне Олеся относится. После долгих переговоров я, короче, согласилась. И Олеся мне заказала на Алиэкспресс сумку. Вот такую вот белую. Сумку, которую я относила всё лето. Сразу, конечно, когда я её получила, немножко скомканное видео получилось, девочки. Я не знала, как её преподнести. То ли как подарок от Олеси, то ли как заказ с Алиэкспресс. Как подарок от Олеси я, конечно, ей было очень благодарна. И о чём я ей и писала в Вайбере. Потому что мы с ней общаемся напрямую. Мы давно знакомы и общаемся напрямую с ней. Вот. Но как видео я снимала, я рассказала, что она пришла немного с браком. И я, конечно, очень была расстроена, потому что всё-таки очень дорогая сумка. Хоть я её не сама купила, мне её подарили. Всё равно мне было обидно, что она пришла с браком. И когда я рассказывала, потом уже комментарии были. Вот какая я неблагодарная, вот какая я бессовестная, вот и т.д. и т.п. Вот. Так что, Олеся, я с тех пор, я всё время это помню, что я как-то нехорошо, наверное, преподнесла. Я тебе очень благодарна. Сумка у меня лежала, лежала. Потом я всё-таки решила её переделать так, как это, где был брак. И я взяла иголочку, взяла ниточку. И тут была вот эта вот часть, была с одной стороны шире, с другой уже. Замок плохо застягивался. И я тут подшила, перешила. Здесь это ничего не видно. Короче, я сделала так. Вот такой вот я, понимаете, наверное, занудный человек. Потому что всегда говорили, вот раньше шмышили платье. И мне говорят, два сантиметра это допускается. Вот говорю, выдачка, смотрите, это длиннее, а это короче. А она мне говорит, допускается два сантиметра. Я говорю, ну вы чувствуете, что это неправильно. Ну как же может допускаться, если я вижу, что у меня выдачка не на том месте. Вот такая вот. Мне надо переделать. Если я что-то вязала когда-то, то я могу спать не лечь. Если я что-то у меня там, ну да две петельки у меня с одной стороны будет шире, на другой. Я это все распущу и сделаю все это сначала. Ну вот такая вот я. Мне должно быть все точно, точно отмеренной, как это должно быть. Короче, показываю вам сумку. Одно отделение. Второе вот здесь вот скрытое отделение. Здесь. Потом второе сверху. И еще сзади большое отделение. По бокам здесь нет ничего. Очень люблю эту сумку. Я с ней сроднилась. После того, как я вот это вот подшила, все, что как мне надо было. Я так ее обожаю. Я все лето с ней отходила. С этой сумкой. Вот. И, Олеся, я тебе очень-очень благодарна. Я ее очень люблю. Так, и последняя, девочки, сумка. Последняя сумка. Значит, я что-то надумала. Думаю, ну вот. Летом надо выйти куда-то. Вот просто выйти. Положил телефоны? Положил кошелек? Все, больше мне ничего не надо. А то даже не кошелек, а просто деньги куда-то положил. Зачем мне тащить сумку вот совсем с этим, что я туда положила? И я решила заказать сумочку. Вот такую вот. Тоже на Алиэкспресс. Это тоже вареная кожа. Она, но она легкая. Пришла она бракованная. Представляете? Вот не везет же мне что-то. Пришла бракованная, вся помятая. И я ее так и не разгладила. Я ее мочила, я ее мыла. В горячую воду опускала. Все равно она оказала... Ничего не выровнялась. Перекошенная такая. Но я уже закрыла на это глаза. Потому что когда мне надо вот просто выйти, сходить в лежащие магазинчики, я знала, я брала просто... Если брала, надо было что-то купить такое вот тяжелое, я брала сумку на колесах. И вот эту вот сумку, ложила сюда кошелек и один телефон. Два зачем мне надо было тащить с собой. Здесь много тоже карманов. Раз, два и три. Такая вот малюсенькая, как почтальон одела через плечо. Хорошая сумочка. Хорошая, хорошая маленькая сумочка. Но так куда-то далеко. Если надо все забрать, то что у меня в сумке лежит, то, конечно, это не она. Все, девочки. Больше сумок нет. Единственная еще вот сумка, которую я купила в Шарм-Аль-Шейхе. Ходить на пляж. Вот такая вот она. Я ее ни разу никуда не брала. Мне не нравится... Единственное, что мне не нравится, что здесь нет кармана. Вот, допустим, положить телефон. Здесь же положишь. Идешь на пляж, полотенца надо? Надо. Тапки, чтобы идти в море. Надо? Надо. Что еще надо обязательно? Я и деньги с собой таскала, потому что, бывает, идешь и что-то по дороге там может быть попить или еще что-нибудь, если нету бесплатного этого. Все включено. Вот. Вот без карманчика совсем плохо. Ну, я так подумала-подумала. У меня есть такая ткань, что я сошью карманчик на молнии и потом его сюда пришью. Ручки у меня не с попы растут. Они у меня на месте, поэтому я умею шить. Но до этого у меня сумка была полегче, конечно. Была легенькая. Я ее покупала в Эйвен. Она была у меня с одной стороны золотистая, а с другой такая тканевая, интересная. Там был кармашек. Тоже на молнии. Здесь тоже на молнии, тоже закрывается. И она была как пушиночка. Вот с ней было очень удобно ходить на пляж. Но со временем сторона, где вот эта золотистая была, она вся пожмякалась и начала облупливаться. Вот. Поэтому я когда вот была в Шар-Мальшехе, я купила себе такую. Я не очень, честно говоря, я не очень ей довольна. Ну, надо же какую-то взять было. Вот взяла. Все, мои хорошие. Вот прямо как гора спречь у меня свалилась, что я сделала это видео и вам показала. Тому, кто это два раза мне даже напоминал, что я должна, что я обещала. И человек, которому хотелось это посмотреть. Надеюсь, вы остались довольны. Но ничего особенного у меня нет. Когда-то в молодости, да, хотелось что-то. Рынка у нас не было тогда. В магазине это вот как-то, если что-то ухватил, то это твое. И вот меняла сумки, чаще меняла, когда работала. Мне не надо были. Мне надо были сумки, чтобы у меня была там косметичка с косметикой. Я иду на работу на целый день. Там и яблочек, и конфетку положить. Были сумки побольше. С годами возраст растет, сумки уменьшаются. Потому что не работаешь. А когда куда-то идешь, зачем мне надо? Я макияж сделала дома. Больше нигде мне подкрашиваться не надо. Если я пошла куда-то в город, по магазинам куда-то, то сходила, пришла, и все нормально. Если мне надо снять видео, то я могу этот макияж освежить дома. Вот так вот. Вот и все, мои дорогие. На сегодня все. Всем хорошего настроения, хорошей погоды. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если хотите. Кому не нравится, можете и дизлайки ставить. Надеюсь, кто со мной давно, вам со мной интересно. Все, пока!